здравствуйте друзья сегодня понедельник и я хотел поделиться соображениями некоторыми по поводу дальнейшей жизни нашего канала у нас вот сегодня как раз с утра уже там перевалило за 98 тысяч подписчиков я так чувствую что день в районе 1 августа у нас уже будет все 100 и над как-то канал поддерживать в хорошем состоянии и наши вот выходы в живой эфир и в перископе и в ю тубе привели меня к мысли о том что качество вопросов которые задают приводит к тому что как бы ну то есть такой цирк небольшой безусловно можно так качество цирка смотреть но инфа информационная ценность почти на нуле понимаете потому что мало того что вопросы такие довольно но смешные но она еще и повторяется по многу раз но нельзя же даже смешной вопрос но один раз другой раз третий но сколько можно слушать поэтому как бы это не то чего хотелось правда то есть я не против того чтобы этим заниматься скажем раз в неделю то в какой трансляции и потом отложить или там пусть кто хочет смотрит а но остальным есть чего-то другое предложить интересное пойти на у нас сегодня получается что едешь на работу отвечаешь на вопрос едешь с работы отвечаешь на вопрос и собственно вопросы на которые мы отвечаем редко попадается такой вопрос чтобы знаете так ну была тема интересная большому количеству людей так сформулировать получается что мы превратились в какую-то такую очередь там знаете как пациент заходит где доктор меня все игнорируют доктором гадет следующий и вот и вот я такой доктор и там стоит очередь и это у меня вопрос а у меня вопрос а у меня вопрос но при том что я вообще и не доктор тоже а так просто вот бригада малиров понимаете но в общем только что в белом халате поэтому мы меняем в принципиальном плане наше отношение к вопросам и наше отношение к тому что мы хотим показывать я смотрю вот допустим но в силу естественных причин вот допустим я посматриваю на канал там наташи квик да и у нее подписчиков там в четыре раза меньше и на каждом видео там по 14 по 15 тысяч просмотров у нас такого не бывает у нас но внутри а то и трех нету значит то есть люди которые подписчики они ходят и смотрят им интересно а у нас получается мы подписчик есть осмотреть ему неинтересно я не знаю там чего он подписался если не смотрит это отдельный разговор но у меня нет ответа правда но я хочу чтобы смотрели если я время трачу то я же для чего же его трачу то чтобы никто не смотрел что мне тоже не нужно таком в таком варианте поэтому я буду стараться делать видео более серьезные более вдумчивые где есть о чем порассуждать так как в сторону философской тетради нашей мы будем смещаться конечно мы хотим интервью с интересным народом вот но мы не не канал на котором отвечают там на вопросы визовые и вопросы и иммиграционные правда мы абсолютно я никогда не был связан ни с визами не с иммиграцией лично я то есть можно сказать что всякий человек который живет по ту сторону океана что нибудь дознает на эту тему ну ну да но поэтому мы мы будем приглашать людей вот допустим у нас есть светлана каф которая про отвечает на вопросы замечательно вот пусть отвечает на вопросы я я не буду отвечать на визовые вопросы но правда и как бы уже все вроде все отвечены все это происходит вместо того чтобы посмотреть например там те плейлисты которые есть у нас давно уже нет новых вопросов вроде все все уже да так что я я прекращаю вот эту пластинку которая заезженная а потому что мне самому это неинтересно и я вижу что и зритель нас как так стороне вот поэтому у нас будут взрослые темы мы мы переходим исключительно к взрослым темам а все остальные это у нас будет такой раздел типа там юмористический такой знаете вот там пайтон или java слон или кит кто кого победит допустим или там а смогу ли я устроиться на работу с профессией которую получу через пять лет я сейчас только поступаю вот и на что я могу рассчитывать вот эти замечательные вопросы у нас есть да так что мы из этой из этой тематики мы уходим правда уже уже как-то я перебрал то есть у меня как бы ответственность такая мне хочется чтобы человек ну как живут вам за вопрос задал мы можем отвечать на эти вопросы но не в виде видео то есть пошел пришел на форум и задал вопрос там ему скидь ссылочку сбросили или там сказали пару-тройку слов но но делать видео из этого мы ему больше не будем то есть мы мы с одной стороны за то чтобы человек получал ответ на свой вопрос другой стороны не не в форме видео который выходит на 100 тысячную аудиторию и в которой в общем в общем то не все даже быть заинтересованы там в эмиграции например там кому-то интересно просто про америку послушать картинки поглядеть вот так что мы движемся в эту сторону вот если есть предложение по тематике давайте я как-то всегда так бы приглашал учет да вот что-то не было предложение каких-то ярких таких я не знаю если вы заметили я все время пытаюсь что-то привнести вот мы там делали интервью с блогерами потом кончились блогеры как-то мы не могли за ними гоняться но ну что же вот поэтому так такая вот история ладно значит я я думаю что я сформулировал более-менее то что хотел сказать поэтому мы оставляем трансляции в этих трансляциях мы отвечаем на вопросы я рассчитываю что вопросы будут поинтереснее это это отдельный вопрос но какие есть другое дело что если этот раз лет если вопросы будут такими как сейчас то мы не будем там такими продолжительными делать потому что тоже я обычно это делаю в такое время когда уже спать пора вот как бы в тревоге за то что у людей есть неотвеченные вопросы надо помочь я куда-то несусь вот а там дальше опять джава с пайтоном в общем и мы возвращаемся на круги своя я бы лучше поспал вот так что хорошо счастливо и до новых встреч за новых сюжетов я кстати сегодня я сейчас еду в офис а сегодня к часу дня сейчас у нас 10 30 а к часу дня я буду в одной компании ну вы увидите я я надеюсь снять там сюжет хотя может быть сегодня не снимется потому что мы поговорить должны еще вот ну или или успеем снять или не успеем но мы с ними сделаем много сюжетов на самом деле эта компания называется grid dynamics и она такая аутсорсинговая ну скажем в небо это не не небольшая небольшое подобие там скажем таких компаний как допустим ipam или look soft но тоже они достаточно большими человек 700 работает в разных местах россии и украины в соединенных штатах они делают h1b они делают привозят людей по l1 то есть такие в общем по-своему очень интересные ребята я думаю что вам будет интересно многим не только как возможность куда-то резюме забросить как возможность увидеть как бы как люди смотрят на на мир вот из этого конкретного окошка который из которого они смотрят эти это тоже все очень интересно они могут сравнить и и и зарплаты и требования и ожидания и так далее я думаю что у нас будет какое-то количество очень интересных сюжетов вот так что ну и вот такого плана сюжета мне хочется делать я я специально к ним поеду фактически и поговорить и на съемку тоже я не хочу снимать у нас школе я хочу снимать их вот там где они работают и готов там даже куда-то подъехать просто чтобы вам было интереснее счастливо